Демократы предупреждают, что у Трампа есть план по превращению Америки в фашистский авторитарный режим. Подождите, это правда? Добро пожаловать, я Крис Чаппелл. Итак, похоже, дела у Байдена идут не слишком хорошо. И поскольку Трамп увеличил отрыв от него, скажем так, кое-кто уже сделал поспешные выводы относительно того, что может произойти. Вопрос не в том, станет ли Трамп более авторитарным, а в том, какую форму авторитаризма он непременно изберет. Один особенно зловещий план под коварным названием «Проект 2025» должен запугать людей до смерти. Супер страшно. Так есть ли у Трампа секретный план по превращению Америки в диктатуру? Секретный план, который можно легко найти в интернете? Пришло время для рубрики «Неужели это правда?» На самом деле, «Проект 2025» — это инициатива, разработанная Фондом Наследия, консервативным аналитическим центром совместно с другими консервативными организациями. В нем излагаются консервативные политические предложения для следующего президента. Публикации под названием «Мандат на лидерство. Консервативное обещание». Более 900 страниц. Если бы я хотел прочитать фантастический роман о политике на 900 страниц, я бы выбрал «Игру престолов». Это всего лишь предложение консервативного аналитического центра. Ни Трамп, ни тот, кто станет следующим президентом, вообще не обязаны притворять их в жизнь. Но, так как первый раз Трамп следовал большинству политических рекомендаций Фонда Наследия, многие автоматически предположили, что «Проект 2025» — это вероятный план Трампа на второй раунд его президентства. Ведь Трамп определенно похож на парня, который любит читать произведения на 900 страниц. В результате многие критики весьма красочно описали «Проект 2025». Многие утверждают, что он укрепит в Америке правое авторитарное государство. И учредит трампизм. Трампизм. То есть теперь все станут нарциссами, ищущими внимание. Это уже учреждено и называется «Инстаграм». Они также говорят, что «Проект 2025» — это крайне правая атака на Америку. Драконовский, безумный план. Это руководство по превращению США в фашистский рай. Да, фашистский рай. Почти как в песне рэпера Кулио. Твое дело живет. В общем, вы поняли. Они громко бьют тревогу. Трамп снова положит конец демократии! Я удивлен, что в левых СМИ нет репортажей, состоящих только из звуков автомобильной сигнализации. На самом деле, «Проект 2025» опубликован больше года назад. Но реальное возмущение вспыхнуло только после того, как президент фонда наследия Кевин Робертс появился в подкасте Стива Беннона и сказал следующее. «Мы переживаем вторую американскую революцию, которая, если и левые позволят, останется бескровной». И я полагаю, что за его словами последовала реклама платформы по оказанию психологической помощи. Позже Робертс уточнил, что американские патриоты привержены мирной революции у урны для голосования. И что именно левые имеют долгую историю насилия, так что мирная передача власти зависит от них. Вот иллюстрация американского политического спора о том, кто является причиной всех проблем. Многие левые восприняли замечание Робертса как скрытую угрозу, а некоторые сравнили его с хранителями клятвы. Если вы не помните, кто такие хранители клятвы, я вас не виню. Политические группы в Америке в наши дни напоминают вкусы печенья Орео. Сначала их было только... Но однажды вы просыпаетесь и удивляетесь, откуда появились все остальные. И вот, спустя год, все СМИ говорят о проекте 2025. В конце концов, всё, что пугает, продаётся. Я удивлён, что ещё не опубликована статья с одним только словом «бойся». Итак, давайте попробуем что-нибудь безумное. Вместо того, чтобы волноваться по поводу заголовков, давайте посмотрим, что говорится в самом документе. Вот для чего вам наше шоу, чтобы помочь вам просмотреть 900 страниц. Вот почему мне пришлось создать игровой канал. Единственный способ отдохнуть от работы — заставить мои перерывы работать. Непобедимые геймеры — реальный канал, это не шутка, проверьте сами. Давайте разберёмся, в чём суть проекта 2025, и оставлю вам право на собственное мнение. Одна из вещей, которую проект хочет пересмотреть, — это федеральная бюрократия. И одно из предложений — поместить десятки тысяч федеральных служащих в программу «Ф». Программа «Ф» была спорным указом с целью лишить рабочие места большого количества федеральных служащих защиты, упростив их найм и увольнение. Это то, что Трамп пытался сделать в последний год своего президентства. Уволить кучу людей, говорите? Что бы вы ни думали о Трампе, он остаётся верен себе. Указ встретил сопротивление, и Байден в конечном итоге отменил его, прежде чем он был полностью реализован. Либералы предупреждают, что после принятия такого указа будет проще избавляться от либеральных сотрудников и продвигать консервативную президентскую повестку. Другой пример — экологические нормы. Проект 2025 поощряет использование всех доступных источников энергии, включая ископаемое топливо, и отмену многих программ и субсидий в области зелёной энергетики. Если бы мы только могли использовать страх в качестве источника энергии, СМИ обеспечили бы Америку энергией на следующие тысячелетия. Проект предлагает отмену ВИС-ТИ и Ю, предназначенных для помощи жертвам таких преступлений, как торговля людьми. Предписывает задержание нелегалов, более чёткие инструкции по их задержанию, расширению иммиграционной полиции, пересмотру политики залога, а также отмену доступа к кредитам для нелегальных иммигрантов. Для тех, кто всё ещё убеждён, что это план Трампа, расслабьтесь, вы видите, что это не так, потому что в нём не говорится, что Мексика за всё заплатит. Ещё там есть инициативы социально-консервативной политики, которые включают предоставление религиозных и моральных исключений из требований по контрацепции абортом, ограничение продажи таблеток для прерывания беременности по почте, запрет на получение средств Medicaid для Федерации планирования семьи, поручение CDC контролировать и отслеживать аборты. Блестящий план, ведь, как мы знаем, ограничение абортов было очень выигрышной стратегией для консерваторов. Я начинаю понимать, почему либералы вдруг стали уделять проекту 2025 столько внимания. Проект предлагает применять защиту от дискриминации по признаку пола только в отношении сексуальной ориентации при приёме на работу и увольнении, ограничить финансирование трансгендерных процедур и исключить инициативы DEA из федеральных программ. Критики смотрят на проект 2025 и говорят, что это крайне правый план, направленный на запрет лекарств, абортов, отмену прав ЛГБТ, расширение бурения нефтяных скважин и добычу угля, а также арест и депортацию 11 миллионов эмигрантов без документов. Он также будет использовать Минюст как инструмент для наказания оппонентов Трампа и увольнения нелояльных федеральных служащих. Да. Представьте себе, что Министерство юстиции нацелилось на политического соперника президента. Серьёзно. Можете представить такое? Однако вся негативная пресса по поводу проекта, возможно, задела Трампа за живое, потому что всего через несколько дней после высказываний Робертса Трамп дистанцировался от проекта, заявив «Я понятия не имею, кто за ним стоит». Я не согласен с некоторыми его положениями, некоторые его предложения абсолютно смешны и ужасны. Что бы они ни делали, я желаю им удачи, но не имею к ним никакого отношения. Что именно имел в виду Трамп под некоторыми нелепыми и ужасными вещами, неясно. Его штаб заявил, что наследие — внешняя группа, и что предложения, которые Трамп лично не одобрил, не следует воспринимать как заявление о его планах. И на данный момент Трамп не одобрил проект 2025. В отличие от Библии, Боже, благослови США, единственной Библией, которая не только одобрена Дональдом Трампом, но и спустя несколько месяцев всё ещё содержит указания, что делать, если страницы липкие. У Трампа есть свои собственные политические планы, повестка 47. Для 47-го президента США. Основное внимание уделяется нелегальным иммигрантам, энергетике, трансгендерным процедурам и рабочим местам на производстве. Но, несмотря на заявление Трампа, демократы не верят в то, что он не имеет никакого отношения к проекту 2025. Они настаивают, что проект, несомненно, является операцией Трампа. Тем более, что многие из авторов инициативы — его бывшие чиновники. Они также отмечают, что финансирование компании Трампа включает размещение рекламы проекта 2025. И что союзники Трампа сотрудничают с проектом 2025. Таким образом, компания Байдена продолжает использовать проект 2025 в качестве пугала, чтобы объяснить избирателям, почему им следует голосовать за Байдена, подчёркивая, что проект — это экстремальная политика и персональный план на второй срок Трампа, который должен до чёртиков напугать американский народ. Конечно, когда Трамп был президентом в первый раз, он ничего такого не делал. Но если он победит на этот раз, определённо Америке конец. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова